Хорошо. Добрый день, коллеги. Меня зовут Александр Кульков. Я занимаюсь задачей снижения размерности в нейрокомпьютерных интерфейсах. Нашей задачей было предсказать движение конечностей по данным электрокортикограмм. В этой задаче мы сталкиваемся с следующими проблемами. Данные, которые нам поступают, имеют большую размерность. В них обычно может сидеть много коллинеарностей, и как следствие решения, которые мы получаем, оказываются неустойчивыми. Поэтому, чтобы решить эту задачу, мы используем методы структурного анализа пространства и снижения размерности. Мы опираемся на оригинальную работу Белсли, где изложен его метод. Также в качестве литературы мы используем работы Елисеева и Аксеновой, в котором рассмотрена конкретно эта задача предсказания траектории по данным электрокортикограмм. И также мы опираемся на работу Розипала и Крамера, в которой в целом описаны методы на межтеатичных квадратов. Мы используем линейную модель. Для такой модели известно решение чрезмерно не меньше квадратов. Вот, как видите, здесь метод сетета. Но мы не можем его использовать, если у нас столбцы метод сетей х линейно зависимы, или если m меньше, чем n. Поэтому мы используем метод снижения размерностей. Метод на межтеатичных квадратов заключается в том, что мы переходим в пространство меньшей размерности и для матрицы х, и для матрицы у, и уже в новом скрытом пространстве мы решаем подобную задачу многопеременной регрессии. Там эта задача решается лучше, потому что в новых пространствах уже предполагается, что таких линейных зависимостей нет. Байрисы в новых пространствах мы выбираем таким образом, чтобы каждая следующая пара векторов для х и для у максимизировали кросс-ковариацию, то есть колярное произведение t на u. Но это предположение, что данные у нас центрированы. Поэтому получается, что матрицы t и u будут составлены из левых и правых сингулярных векторов матрицы х на у. Также мы рассматриваем метод Белсли. Он заключается в том, что мы вводим индексы обусловленности, это kt, и дисперсионные доли, pj kt. Дисперсионные доли по смыслу равны, по смыслу обозначают, какой вклад несет yt сингулярное число матрицы х в дисперсию по kt оси в векторе решений. На основе этого Белсли сформулировал критерий, который заключается в том, что данному сингулярному числу должно соответствовать большое значение индекса обусловленности. И для этого индекса обусловленности должно быть хотя бы два больших значения дисперсионных долей. Базовый эксперимент проводился на синтетических данных, то есть мы искусственно создавали такую линейную зависимость и в ней рассматривали, как работают наши методы. Вот на данном слайде можно видеть результат работы для данных, где размерность скрытого подпространства была равна 4. Как мы видим, слева мы видим матрицу Белсли, а справа матрицу t, транспланированную на t из четвертичных межквадратов. На диагонали числа в этой матрице показывают, показывают, какая дисперсия в исходных данных была вдоль соответствующих осей. То есть, как мы видим, по методу частичных наименьших квадратов у нас в итоге значимые оказались только в 4 оси. И для метода Белсли у нас, как мы видим, первые 4 строки, они практически полностью состоят из нулей, поэтому можно сделать вывод, что, опять-таки, эффективная разменность, она равна как раз 4. Основной эксперимент проводился на данных из датасета нейротиха. Он заключался в том, что был примат, примату щепную коробку встроил, стоя набор датчиков из 64 штук, и примату предлагалось… и отслеживалось движение примата, когда он тянулся за едой. Собственно, данные представлены как временные ряды, которые считали эти датчики. Вот у нас было 64 датчика, здесь на графике можно видеть пример того, какие получаются данные для первых-трех датчиков. Мы применили метод Bellsley к этому набору данных. Слева вверху можно видеть таблицу Bellsley, справа вверху график того, как растут индексы обусловленности, и снизу мы видим график того, как растет сумма дисперсионных долей по каждому сингулярному числу. Вот, как мы видим, в данном случае стоит ожидать, что эффективная размерность будет где-то около 20 или 30. На текущий момент это все, что у меня есть по данной задаче. Мы исследовали метод Bellsley и частичные межквадраты на искусственных данных и также поанализировали основной датасет методом Bellsley. В дальнейшем мы хотим исследовать, как взаимосвязанным метод Bellsley и частичные межквадраты, то есть посмотреть на то, возможно, частичные межквадраты как-нибудь выделяют те же самые зависимости, которые выделяют метод Bellsley. Это хочется исследовать. И также хочется рассмотреть, каким образом можно улучшить метод наименьших квадратов с помощью метода Bellsley. Ну, на этом у меня все. Я теперь буду рад ответить на ваши вопросы. — Можно проклянуть по основной задаче? Я просто наговорил, что эта матрица означает. Постановка здесь? — Да, 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 здесь. — Где это x? — Ну, здесь у нас x — это матрица из… у нас есть m каких-то наблюдений, при этом у нас n переменных и r респенсов. Ну, то есть у нас размерность того, что нам дано, это n, размерность того, что мы предсказываем, это r, и у нас есть m наблюдений. И мы предполагаем, что между входными данными и выходными есть линейная зависимость. — Извините, пожалуйста, матрица f — это смещение просто? — Да, это просто остаточное матрица. — То есть у нас, по сути, однослойный, ну, у нас регрессорная модель с… можно было это в тета, либо это. — Что? — Это ошибка. — Ошибка? — Невестно. — Да, это матрица ошибки. — Спасибо. — Спасибо.